Погибших уже семеро. Это последние данные из Ярославля, где сегодня, рано утром, после взрыва бытового газа, обрушилась секция подъезда жилого дома. Завалы разбирают сотни спасателей. И главный вопрос сейчас, сколько еще людей может находиться под обломками? И есть ли шансы найти выживших? О ситуации доложили президенту. В области объявлен двухдневный траур. К той самой пятиэтажке люди несут цветы. С места событий репортаж Андрея Кузнецова. Все произошло ранним утром. В 4 часа 20 минут, когда большинство жильцов пятиэтажки по улице Судостроительной еще спали, прогремел мощный взрыв. Он был такой силой, что в соседних домах выбило стекла. У нас задрожали окна очень сильно. Сработали сигнализации, все машины сработали. И больше ничего не было слышно. Но было страшно, на самом деле, очень страшно. Сильный взрыв. Потом мы тут вместо жителей прибежали. Женщина одна кричала. Вот ее успели вытащить из-под завала. Ну, до приезда МЧС. Потом МЧС приехал. Вот остальных стали уже вынимать. Люди выбежали на улицу. Многие пытались дозвониться до знакомых, которые оказались под завалами. У меня здесь знакомая. И как раз вот эта сторона упала. Ой, даже не знаю, что с ней сейчас набирает. Телефон, естественно, недоступен. А кто у вас здесь? Валентина Викторовна. Она на третьем этаже, вот в этой части. Даже не знаем, что с ней. Взрывом полностью разрушены пять квартир. По последним данным, погибших уже семеро. Среди них двое детей. Дом, где произошел взрыв, по-прежнему оцеплен. Спасатели теперь работают на уровне первого этажа в надежде обнаружить выживших. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. Уже появились первые версии о том, где именно он произошел. Предположительно, это квартира на втором этаже дома. Там жил мужчина. Не буду давать ему характеристики. На втором этаже, да, это и подтверждает направление взрыва. Потому что как раз вот в доме напротив, там со второго этажа все стекла на вылет. Достаточно утечки газа. Скорее всего, мужчина был пьющий, поэтому, скорее всего, это вот связано именно с этим. Какая-то, наверное, была нестандартная ситуация. Или забыл, или не выключил. Но и произошла вот эта беда. Уцелевших жильцов разместили в местном ДК. С людьми работают психологи. Многие до сих пор в шоке. Между тем, местным властям предстоит в ближайшее время решить вопросы, связанные с выплатой компенсации семьям погибших и пострадавшим. Все, что касается социальных вопросов, они, естественно, будут решены в рамках действующего законодательства. По семьям погибших и по погибшим будет отдельное решение, указ губернатора, который определит помощь. Тем временем чиновники проверяют работу компании, обслуживавшей газовое оборудование в доме. Мы запросили документы все у управляющей компании по поводу того, какие договоры были заключены, когда выполнялись работы, в регламентные или сроки эти работы выполнялись, какие были заключения, были ли обращения от жителей, какие-то жалобы на состояние вентиляции внутри домового газового оборудования и так далее. После получения этих документов уже сможем сделать какие-то определенные выводы. Сегодня в офисе управляющей компании прошли обыски. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг ненадлежащего качества». Судьбу дома сегодня должна решить специальная комиссия. После обследования станет понятно, подлежит ли он восстановлению. В середа и четверг Ярославской области объявлены днями траура. Андрей Кузнецов, Алексей Исаев, Илья Коротков. Первый канал. Ярославль.